Так, с нами Соня Самоглова, чемпионка Европы. Соня, сегодня чай и кофе с тобой будем делать. Первый вопрос. Чай или кофе? Кофе. Почему? Не знаю, просто привыкла по утрам пить кофе, а как-то чая уже не хочется, не знаю почему. Второй вопрос. Кошка или собака? И кошка, и собака, потому что есть и одна кошка, и две собаки. Недавно появился новый член семьи, собака, и только пять месяцев, но она уже большая, поэтому сложный вопрос для меня. Я люблю и кошек, и собак. А это какая-то порода? Это какая-то новая порода, называется кадыбо. Мы выбирали семейную собаку, чтобы она ко всем членам семьи относилась одинаково, и чтобы у всех слушалась. И на самом деле я очень рада, что у нас появился такой дружелюбный питомец и очень умный. Третий вопрос. Ты сова или жаворонок? Еще раз что? Сова или жаворонок? Ну, ночной селебекли? Жаворонок, наверное. Как знаете, утром легко просыпаешься? Да, абсолютно легко ночью. Никогда не бывает бессонных ночей. Только вот если после каких-то крупных соревнований, как и после Европы, тогда я не спала всю ночь. А обычно спокойно сплю, и мне ничего не мешает. Что? Кроссовки или каблуки? Кроссовки, конечно, потому что спортсменка все-таки. Каблуки я одеваю только на официальные какие-то мероприятия и... Кроссовки. Ну, тогда тоже, когда одеваешь, им тоже нравится. Да, конечно. И не помешает, да. Красиво. Девочки это умеют. И последний вопрос. На отпуска горы или моря? Море. Потому что мы ездим на сборы в Куршавель во Францию, где сейчас, кстати, проходят университетский гран-при каждый год. Поэтому гор мне хватает. А море, конечно же, вот эти 10 дней пытаемся с семьей проводить больше времени на море и меньше у бассейна. Потому что все-таки соленая вода и лечебная, и для каждого спортсмена это необходимо, я считаю. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо.